Купите рисунок, пожалуйста, или задонайте хоть немножко Прошу вас Работу не берут Потому что коронавирус, и я снимал видео, где я нахожу, говорю, можно на работу устроиться к вам Они говорят, нет, нет Я сейчас просто попытаюсь что-нибудь сыграть, ну, импровизированное Не знаю, почему у него использовался звук Должен работать, но он что-то не работает Сейчас отжился Перестал работать, бля Ладно, сыграй без этого Почему же он перестал Происходить Вот, все включено Нужно работать Почему же не работать Почему же не работает Вообще, перестал работать Пойдем со мной Пойдем со мной Ты приходишь ко мне домой И мы просто идем рисовать На серых стенах Там стад красиво остановился И мы по-прежнему вдвоем Ты забыла о прошлых обидах Ты просто вновь любишь меня Я изменился Стал добрее Гораздо изменился Не нужно Не нужно ничего этого Ничего из того Что показывают вам по телевизору Все это насилие Это пропаганда Каким должен быть мужчина Не слушай их Не слушай никого Кто скажет тебе Что ты должен был ударить кого-то Или словесно Оскорбить ответ Что ты должен был ударить Просто приходи ко мне, я дам тебе ксанакс бесплатно по рецепту врача, но ты не придешь и никто ко мне не придет, никому это не надо, потому что я один в одиночной камере. Кин, кинкл соседний, я спрашивал его, с тобой никто не говорил, он говорит, со мной до сих пор никто не говорит, простите за тавтологию. Мы будем с тобой, моя любимая, вернись ко мне, просто будем заниматься любовью. Под днем рисовать, как города, создавать чудо света, я так хочу, хочешь ли ты этого? Просто хочу рисовать мелками на тротуарах или на плитках, или на стенах, грязных серых стенах, пейзажей из Венеции. Просто это моя мечта, я больной человек, с моей головой что-то не так. С 17 лет рисую своими мелками на серых плитках, бесплатно и по своей инициативе, и никому это не надо. На меня кричали, били и ругались, и вызывали ментов, и называли сумасшедшим, и угрожали жизни. Я так грустно без тебя, приходи ко мне. Приходи хоть кто-то, мне так грустно, одиноко, словно я в одиночных камнях. Что же я совершил такого? Да, я виноват, я заслуживаю этого. Я просто очень одиноко, приходи ко мне. Пойдем со мной рисовать, поснимаешь на мой фотоаппарат. Но ты очень не инициативный, таков у нас менталитет. Напиши кому-нибудь гадость в интернете или мне. Но созидать со мной ты не пойдешь, тебе просто лень. Или ты занят чем-то другим? Или ты занята каким-нибудь другим парнем? Любовный треугольник был у Маяковского. И до чего его довел он? До суицида, а может его убили? Кто знает, мы никогда не узнаем. Однажды Маяковский прыгнул на стол в буфете к обедающим господам. И, сидя на столе ногами, стал все пожирать руками. Тот, кто его знал, засмеялся. А тот, кто его не знал, был в ступоре, в огромном ступоре. Он офигел от такой наглости, такого он еще не встречал. Тревожно мне тревога прошла, осталась пустота. Меня никто не любит, так и жизнь сложилась. Я один, ноль друзей, ноль подруг. Что со мной не так? Скажи мне. Я ненавидел пикап. Десять лет назад мне сказали, прочитай пикап. Я распечатал всю эту срань. Какая же это срань? Этот ваш пикап. Не хочу даже. В моей жизни немного осталось, хотя все налаживается. Поша, не будешь еще что-нибудь? Поша, не будешь еще что-нибудь? Давай суп разогрею. Давай суп разогрею. Давай суп разогрею. И антидепрессанты дам тебе. И сам я принял на маленькую дозировку дешевых антидепрессантов. В твоих глазах я ничтожествую. Просто я люблю тебя. Просто я люблю тебя. Я люблю рисовать и люблю целовать тебя с новой головы. Наждачки здесь нет, я сам найду. А ты не пробовал этими монеткой играть? Да она железная, нужно пластик. Ты что, кофе навел и не хочешь есть, пить? Да чтоб голова пристала болеть. Ну ты не увидел ничего, да? Я принесу с дома тебе наждачку. Нет, я говорю этот... Черный пластик. Не, не нашел. Ну дома у меня где-то есть, может быть. Мы идем с тобой в магазин купить пиццы. Мы идем с тобой в магазин купить что-нибудь вкусного. Целуемся. Автомобилей нет вокруг так чисто. Дальше мы идем. Дальше мы идем рисовать. Весь день, пока мои пальцы не будут всех в крови. Стертый, стертый, а... Твердую поверхность зашпаклеванной стены. Мои пальцы, из них сочится кровь. Хочешь, выпей мою кровь, она чиста. Ты пила ее, потому что моя кровь так чиста. Ты так говоришь. Мы рисунок завершили. На огромной плитке ее покрывают жидким стеклом, Защищающий им рисунок на тысячу лет вперед. На тысячу лет вперед. Мы построим город новый на земле. Сколько же сюда будет съезжаться туристов? Какая экономика будет? Как она разольется? Кто-нибудь скажет спасибо. Никто не скажет. Нет, мы просто бесплатно все это нарисовали. Никто о нас не вспомнит. Никто о нас не узнает. И, увидев тебя всю засосах, Они лишь скажут, что это побои. Брось его, он мудак. Ты ничего не скажешь в ответ, А могла бы сказать, что он целует меня так, Как никто из вас не получал поцелуев. Он так любит. Ты можешь это сказать, но они будут завидовать тебе, Потому что их никто так не целует. Просто... Прости меня. Я был дурак. Я не нужен тебе больше. Я умру один. Как Антонио Гаудио. Можно? Ты занят. Эй, ну чё. Вот с этой штуки можно вырезать. Да, вот эта штука можно. Да, можно вырезать. Клубная карта. Красиво у тебя. Модности. А, ну да, можно вырезать там, кстати. Ну, ты вырежешь. Ты же знаешь, какой вид должен быть? Ну, треугольный с закруглениями небольшими. Можно круглую просто. Клешок, можно квадратик. Такой? С закруглениями просто. Такой величины? Какой величины? Ну, примерно вот такой. Ну, я напополам режу. Ну, четверть там только нужна. Помню, как ты смеялась, когда моя мама называла меня Иисусиком. Потому что голым ходил я по комнате своей. Тебе было смешно. Это было так смешно. Жаль этого не вернуть. Спасибо. Может еще повязку? Да мне бы, наверное, новую сделать надо. Надо, наверное, новую повязку. Так. Я сейчас буду рисовать пейзаж из готики Night of the Raven. Пейзаж из игры котика Night of the Raven. Саша, ты мечтаешь о чем-нибудь? Мечтаю ли я? Да. Слушай песню. Я мечтаю попасть в Венецию. Так я рисую Венецию. И на контор кататься. Я тоже мечтаю. Я постоянно рисую Венецию. Я рисую Венецию. На стенах серого города. Раньше я рисую Венецию. Раньше я рисую Венецию. На окраине города. Там на меня кричали и угрожали. Я испытал тревогу, но все равно приходил рисовать туда. Приходил рисовать туда. Никому не нужны были эти рисунки. Я просто очень жалок и эгоцентричен. Что я хочу тебе сказать. Моя мечта хотя бы рисовать Венецию. На серых стельных домах. А еще в идеале сделать чудо городок для туристов. Весь рисованный мелками. Покрытый жидким стеклом или специальной поверхностью. С легкой подсветкой. Где они будут гулять. Наслаждаться жизнью. Наслаждаться жизнью. Будут фотаться на фоне чудо красивых домов. Чудо красивых тротуаров. И на небе мы сделаем что-нибудь придумаем. Там будет все как в сказке. Жаль, что этой мечте не сбыться. Никогда не сбыться. Я умру в глазах людей. Россиян. Вандалом. О, Венеция. О, Венеция. Я никогда там не был. Но ее я рисовал. И за это взывали полицию. За это мне угрожали. И говорили, что это не рисунки, а давно. Унижали меня по полной. Угрожали, что убьют меня. Жаль, что это не записалось на камеру. Это не имеет значения. Просто приди ко мне. Обними меня. Поцелуй меня. И я обниму тебя. Очень крепко. Очень крепко. А сейчас я пойду рисовать. А сейчас я пойду рисунки. Смирико. Иди отрывай. Иди отрывай. Иди отрывай. Пок legitim installation. Тамхажки.